Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием No Man's Sky. Наконец вышло долгожданное обновление, которое добавляет полноценный кооператив в игру, и в связи с этим мы начинаем наши дневники путешественников. Итак, мы находимся не на очень благоприятной планете, здесь достаточно сильная радиация, и сейчас мы будем заниматься ремонтом наших звездолетов. Я специально заспавнил звездолет за предзаказ, вот такой у него острый нос, чтобы мы не путали свои корабли, хотя здесь в чужой корабль нельзя вообще залезть. К сожалению, могли бы разработчики сделать двухместные корабли какие-нибудь, было бы прикольно на самом деле. Может, планируют в будущем. Надо будет попробовать, чтобы ты стартанул, а я на твой корабль встану. Да, ну давай сначала их починим, погнали. 920, не значил. Туда далеко идти, я предлагаю площадку починить корабля, чтобы можно было взлететь и по планете хотя бы. Так для того, чтобы взлететь, нам как раз-то и... Нет, нам туда идти не надо, нам нужен кислород. Герметик необходим, ты уверен? Да, сейчас построим портативное частице. Это ты сейчас сканировал что-то? А, нет, это режим строительства. Такие многочисленные лазеры. У тебя есть кислород? Кислород, у меня есть соль, не хочешь немного соли? А, вот кислород, да, здесь у меня есть. Как ты говорил, передавать? Жмешь на X и выбираешь, кому. Переместить передалёт. Там звездолёт, либо телепортировать к ближайшему игроку, ему и ник. Да. Окей. К тебе друг летит. Нам познакомиться. Ну, смотри, ставлю такую штуку. Потом. Даже не перевели название. А тут некоторые названия генерируются, кстати. Например, если металл тот же. Ну да, но я думаю, в будущем будут. Ну, использовать тут одновременно объект нельзя. Всякие верстаки и так далее. Написано, что занят и уже используется. Блин, этот чувак меня раздражает, который жужжит. Убей его. Ну, подушами. Тогда прилетит ещё десяток. Всё, очистка пошла. Как будто в кратере каком-то. Так, очистка пошла. И что, ты говоришь, для восстановления нужно? Ты смотри, сядь в корабль свой. Так тебе проще. Просто проще будет. Открой инвентарь. И взлётный ускоритель нужно починить. Чёлкни на него. И смотри. Там вообще... Какой это? Дегидронный... Да, дегидрогенный гель. Он делается из сорока дегидрогена. Ты можешь его сделать уже. Я думаю. Не-а. Если нет, то я тебе передам. Я вообще его не собирал, честно говоря, этот дегидроген. Он где-то бы здесь был, я видел. Ты, видимо, собрал его весь. Ты где? Сейчас корабля вывел. Могли бы заморочиться с анимацией. Хотя и так нормально. Я тебе передал. Какой-то телепорт. И с корабля, и в корабль. Так, гель готов. И теперь нужен переработный феррит, или как он там называется. Могу я его забрать? Я уже забрал. Но я думаю, да, что ты смог бы. Так, ну я засунул новый. Там сколько его нужно? По-моему, немного, да? Десятка? Или пятьдесят? Пятьдесят. Но у меня осталось лишнее. У меня уже тридцать... Сорок. Пятьдесят. Все, этого хватит. Так, тут еще фонарь есть какой-то. Мне предлагает. Ну, обыкновенный фонарь. Не помню, на какой клэш. Помню, на Ти, да? Да. Просто фонарь в темных... Тут теперь в пещерах, кстати, можно летать прямо на звездолезах, на кораблях. Так, взлетний ускоритель. Ну, вроде как все. Теперь можно взлететь. Да, за пролет его пока не надо. Там уже нормально. Есть. Стой. Ты уверен? Я взлететь не могу, потому что не работает импульсный двигатель. Так, импульсный двигатель это чтобы... Ну, ускоряться. Так ты будешь просто медленнее... Ну, дело в том, что я пытаюсь взлететь, но мне пишут, что импульсный двигатель критические повреждения. Фу, что за говно? Так что ты обманул, набрал, развел. Герметик тоже делается легко, если не ошибаюсь. Не увидел. Честно говоря, я в крафте даже герметика не вижу. Ладно, я тебя обманул. Погнали. Могли бы уже дойти, блин, 950. Не знаю чего. Нам же все равно надо было это делать. Блин, нам теперь нужно огинать скалу, на самом деле. Скалу. А ты уверен, что ты правильно взлетал? А ты взлетел? Нет, я сейчас смотрю как. Я помню, там на какой-то конкурсе живешь. Нет, конечно, правильно взлетал. Медь здесь есть. А здесь такие дешманские металлы. Да, придется по горам, прям по скалам лазить. Странные следы. Как будто пиксельные на небе. Мне до сих пор пишут, что импульсный двигатель поврежден, хотя я из корабля давно свалил. Вот все, наконец. Может, это потом... Уведомление пропало. Ё-моё, ты бы... Видел, сколько здесь обходить. Классный спам. Просто замечательный. Жалко, у нас нет оборудования для альпинистов. Инструментов. А что, взлететь не пытался? А, кстати, раньше можно было, упершись в скалу, застревать у меня немного, ненадолго, и восстанавливать тем самым... этот... джетпак. У меня получалось по-другому. Если там небольшой склон, просто я его устаряюсь. Ай, меня кусают. Просто как Человек-паук. Да, по-моему, так же можно делать. Только ХП у меня совсем немножко осталось. Блин, и нечем восполнить. Я сейчас сдохну, кстати. Все, в зеленой гауне. Я бы не сказал, что это прям застревание. Это ты просто, грубо говоря, катишься вверх. Да, пузом. Ранс, он просто специально... А то сейчас не как застревание выглядит. Блин, радиацию уничтожает просто. Ну, хотя бы защиту я вроде как могу с помощью натрия, да, немножко починить. Но... Она мне не особо поможет. Ну все, я сейчас сдохну. У меня ХП совсем мало. Я не знаю, зачем ты убежал. В смысле, на меточку? Ну так... Кислород держи. Ну и ладно, умирай. Ну я чуть-чуть кислорода нашел, заправился. Все, я на месте. И что там интересного? Здесь есть поврежденный механизм. И нужна особая вода для него, да? Которая требует пугней. Нет, но нам не к нему. Он куда-то в одной из этих зданий. За герметиком. Может он в единственном экземпляре, и ты останешься без герметика. Я думаю, что там рецепт будет. Нам дастся обоим. Ниты. Открывается архив. Воспроизведение записи. Делаю запись на случай. Приходится покинуть все внутри фабрикатора. Может пригодиться. Считаем между строк. Забрать припас. Да, герметик получаю. Ты что пришел? Это мой герметик. Что-то замолчал. Неужели ты не можешь взять герметика? Не, я взял. Все, нормально. Все, теперь обратно. Пердеть. Так, испытайте анализирующий визор. Для того, чтобы найти корабль, да, насколько я понимаю? В какой стороне он? Так он же и так. Он зря отображался? Он, получается, с помощью этого анализатора можно сквозь скалы посмотреть. Давай, прыгай. Я тебя поймаю. Мне кажется, ты меня не поймаешь. Я поймаю. Доверься мне. Ты должен мне доверять. Мы все-таки одни здесь, на этой планете. Таким, как ты, я доверять быть не стал, понимаешь? Не считая странных монстров в виде бобров. Давай. Все безопасно. Ты либо приземлишься ко мне на руки, либо на вот это вот дерево острое. И умрешь. Два варианта. Ну, либо приземлишься... Да, на джетпак. Шлеп? Ну, я шлепнулся немножко, да. Ну, я почти поймал. Я старался как-то. Ты даже не добежал. У меня щит, ты что, понимаешь? Мне говорят, что я сейчас умру. Ну что ж, наш первый полет уже близок. Осталось до конца починить все эти взлетные модули. Или как они там называются. И мы, наконец, свалим отсюда. Не, на самом деле прикольная планета. Действительно, генерация поменялась. Уже они не такие дреснявые, как и раньше были. Хотя, может быть, это только эта планета. Ты их забрал, кстати, свои верстаки? Ты их не забрал. А их можно забирать? Да, пожалуй, нет. Хотел я украсть твои верстаки, но, к сожалению, не могу этого сделать. Да, на среднюю клавишу мыши их забирать. А, типа разобрать? Да. Нет, по-моему, они кладутся в инвентарь. Прямо как уже готовы верстаки. Так, ладно. Затискиваюсь в свой корабль великолепный. И начинаю ремонт импульсного двигателя. Герметиком помазал и готово. Потому что волнительный момент. Барабанная дробь. И мы взлетаем. Можно, кстати, врубить камеру от третьего лица. Посмотрите, как все выглядит. Ой, фоторежим совершенно врубил. Смотрите. Подожди, не взлетай пока. Так я от третьего лица пытаюсь включить вид. Вот. А, да, кстати, ну вот. Заодно и посмотрим. Так. Космонавт готов. Наверху. Я начинаю взлет. За что тут? И ты проваливаешься сквозь корабля. Ты даже не взлетел. Не, я подлетел нормально так. Да? Ну-ка, можешь ты запрыгнуть на него? Я сейчас не буду приземляться, а просто снижу скорость максимально. Хотя нет. Это похоже максимум. Я немножко дерево задел. Да, больше снизить не могу. Это минимальная скорость. Причем я получаю урон, даже если к земле близко подлечу. Так, ну что, я вылетаю. Какой-то страшный здесь. Встретимся уже в открытом космосе. Забей, это планета отстойная. Ты же говорил, что она нормальная уже. Я пошутил. Самая худшая планета. Вот здесь дофига. Куча астероидов. Так, чтобы поставить метку. Космическая станция. Всего 6 часов до нее лететь. Интересно, есть ли люди, которые действительно эти 6 часов долетают? Ну, мне кажется, это... Без дополнительного ускорения. Это как играть в какие-то игры без фаст-тревела, без быстрого перемещения. Самостоятельно долетать. Тут просто, понимаешь, и летишь по пустому космосу, между планетами. И все. Что там, астероиды только встречаешь? Я, кстати, сейчас твои метки не вижу. Так, ну мы получили источник сигнала на другой планете. Но мы можем сгонять на какую-нибудь небольшую. Например, вон ту дальнюю. Похоже, там огроменный океан. Или практически везде вода. Я уже видел такую планету. Возможно, она похожа на ту, которую я видел. Где маленькие островки и сплошная вода. Ну, полетим. Или мы полетим сразу на сигнал. Выбирай ты. А вот и ты. Ну-ка, давай приблизимся друг к другу. Можем ли мы вообще столкнуться? Я думаю, что можем. Тут в управлении кораблем сильно изменили. Честно говоря, до тебя минуту лететь. Если на Б, например, со стандартным ускорением. Ладно, забью на тебя слишком долго. Так что ты говоришь? На источник сигнала или на маленькую эту планету? Я говорю, как хочешь. Давай на ту маленькую сгоняем. В любом случае мы потом летели бы на нее. Чисто для того, чтобы посмотреть. Ради интереса. Метку бы мне поставил, чтобы я понял. А ты ее не видишь? А ты метку поставил? Нет. Я имею в виду планету маленькую. Так я не знаю, маленькая это какая для тебя. Ну, самая маленькая. Из тех, которые я видел. А как метки ставишь? Сейчас буду первооткрывателем. Неважно, я ее открыл. Назвали... Она называется Трури. Теперь, наверное, можно. Я ее просканировал. Там есть белковый жемчур. А, да, кстати, сканер нужно еще смотреть. Она как раз вот эта, ты говорила, что с океаном, да? Ну да, ты туда летишь. Угу. Ну точно. Ты впервые меня, потому что я остановился немного. Отдохнуть. Кофейку попить. Ну туда, по-моему, минуту лететь или около того. Да? Сколько тебе лететь? Полтора минуты мне показывает. Ну, значит, мне две вообще. Потом придется возвращаться долго. Так, ладно, я врублю, наверное, камеру обратно от первого лица. Ты сейчас отрестишь? Ну, кстати, смотришь. Планеты с кольцом не было таких. Да. Кольца добавили, это точно. По смежим обновлению. Может быть, что-нибудь еще помимо колец. Может, какой-то мусор космический добавлю, но я не уверен в этом. Минута у меня ровно лететь. Мне не хватило топлива для того, чтобы долететь до этой планеты. Воу, а у тебя нечего? Не, ну тут есть астероиды как бы. И в них тритий. Ну то же самое написала. Тритий нужен, либо перит. А, ну вот, тритий, пожалуйста. Тритий здесь на каждом шагу практически. Так, я надеюсь, звуков геймпада не слышно. Я летаю, кстати, на геймпаде, а хожу на клаву мыши. У меня такое переключение. Так гораздо узорнее. Так. Как читер. Почему как читер? Наоборот, сложнее переключаться. Все, я немножко подзаправился. Ты говоришь, тритий тут на каждом шагу. У меня только золото и серебро. Да, у меня до хрена три себе было. Я уже заправился или еще дальше. 28 секунд осталось. Ну и серебро тоже там имеется. Оно дешевое, бесполезное. Хотя, не знаю, может быть, для графта оно и нужно. А ты забрал, кстати, свои верстаки-то? Не забыл? Забрал, забрал. Четыре. С толкновения. Две. Одна. Прибытие. У меня входящая шляпка какая-то. У меня входящая шляпка какая-то. Упульсный двигатель отключен. Блин, я на темную сторону прилетел. Вот здесь много островов, на самом деле. Здесь даже достаточно большие. Пока не прогрузилось, ни хрена. Хотя, может, они просто лысые. Да не, они не лысые. Че это такое? Это деревья? Да, это деревья. Выглядит так себе. Так, немножко. Я днищем чуть не поцарапал островок. Тут какие-то корабли летят в твою сторону. На эту планету. Здесь-то не гопники. Да, но вот приблизительно на такой планете. Я их был, когда тестировал. Только там меньше островов еще было. И на них отсутствовали деревья и вообще какая-либо флора. Ну, есть такие планеты вообще без флора. Мы не развиты. Поэтому не факт, что их убрали. Мне кажется, для базы нужно выбрать именно такую. Хотя, с другой стороны, тогда недостаток ресурсов будет, наверное. Ну, прикольно, колонизировать такую пустую планету. Либо пустынную. Ну, знаешь, если бы можно было бы заселять ее там различными животными и перевозить их туда. Да, кстати, вот такая возможность была бы реально крутая. Заселять живность. Знаешь, во что ты играешь? Спор. А искусственно сажать, кстати, можно растения. Искусственные? Да. Ну, в смысле, не искусственные, а выращивать. Выращивать растения можно. Это с новым обновлением? Не знаю, по-моему, с предыдущим еще обновлением. Но растения здесь выращивают точно. О, прекрасный островок нашел. Е-мое, тут гиппопотам огромный какой-то. Сейчас парканусь возле него, познакомлюсь. Ядрить в него этот рог. Эй, эй, не бодайся. А агрессивный? Не знаю, но он огроменный. Я застрял в своем корабле. Надеюсь, он не нагадит на мой корабль. Не, на самом деле, не такой большой. И он очень любит ходить сквозь деревья. Сейчас его отканело. Ну, видимо, это особенность такая. Да. Особенность вида. Трап-ксоколи. Так, его зовут. Не очень ему весело здесь, потому что остров для него малюсенький. О, ты прибыл. Деревья прикольные, кстати, да? Смотри. Ну, только что появилось, да. Ба-баб какой-то. Вон, знакомься. Он, он, он тонул. Куда он делся? Он утонул. А, нет. Где он? Ты его видишь? Пока нет, подожди, деревья. Сейчас переименую. Ты пришел такой, он исчез, и теперь ты думаешь, что я просто шизофреник, и здесь не было никакого гиппотама. Да я когда прилетел сюда, я видел. Он утонул, короче. Земля пухом. Не знаю, что с ним произошло, но он вымер окончательно. Вон, смотри, какая-то хрень плавает. Выглядит не очень, как будто пучеглазики какие-то. Они меня пугают, да. Блин, ну, похоже, не надо было сюда прилетать. Мы просто его спровоцировали покинуть это место. Но здесь реально уютненькое такое место. Дерево прикольное, большое. Я бы одно дерево это и оставил, остальные маленькие спиливы бы нахер. Чтобы не вмешались. Кстати, на них растет звездный лук. Не хочешь? Лучка? Да, салатик сделаем. В принципе, можно. Раз уж мы решили здесь пикничок устроить. Почему нет? Так, и у меня на самом деле разрядился мультитул. А чем он заряжается? Расщепить углеродом. Тогда изи. Сейчас прилетит, правда, этот робот летающий. Но мы его тоже съедим. И скажут, что мы только что вид уничтожили. Теперь уничтожаем в деревьях. Давай выпилим все деревья. Ну мелкую, большую оставим. Ну да, я понял это. Уже. Хотя его тоже есть возможность видеть. Я думал, такое огромное дерево нельзя. Это, видимо, просто рандомизацию добавили еще. Что типа... Разные размеры там сидела. А нет, это вообще другой вид получается дерева. Сфоткаю себя под деревом. Так, жесты. Сядьте. Ты знаешь, чем питается это дерево? Фото режима. Насекомым. А еще у нее галлюциногенная кора. Прям покурить. Блин, даже в кадр оно не помещается. Короче, такая вот фоточка. Она, короче, насекомаядная. И у нее галлюциногенная кора. Не хочешь себе отрезать чуток? В чай добавить. Не очень, честно говоря, не горю желанием. Ты только в грибочке, да? Ладно, друзья, на этом мы остановимся. Продолжим следующую серию. Если вообще будет продолжение, все зависит, конечно же, от вас. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Продолжение следует.